Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, достаточно многосторонен, у него много аспектов, например, эти аспекты касаются того, что ваш парень поднимал на вас руку, кричал и так далее. Эти аспекты есть, и их, конечно же, нужно бы разобрать. Но я думаю, что раз вы задаете совершенно определенный вопрос, то я постараюсь дать менфо и определенный ответ. Итак, если вы по какой-то причине, если вы в будущем захотите проработать другие моменты, я с радостью вам в этом помогу. Но пока, отвечая на ваш вопрос, я хочу вам сказать так. Поскольку вы сами пишете о том, что мужчина, пребывая в состоянии серьезного стресса, встретил человека, который его поддержал, который стал для него опорой и позвал его замуж, это можно назвать чем угодно, но только не любовью. И поскольку мужчина, мало того, что этого человека использовал, поскольку мужчина, мало того, что просто-напросто хотел привязать ее к себе, чтобы она все время его поддерживала, он еще и при этом вроде как встречался с вами. То есть изменял вам с ней. Ну а естественно, проводя время с вами, он изменял ей с вами. И получается так, что эти отношения, основанные на лжи, на корысе, на аффективном переживании, на аффекте, когда человек не отдает себе отсчет до конца в том, что он делает, заранее были обречены на провал. Почему? Ну, потому что, смотрите, какая получается ситуация. Допустим, молодой человек увеличивается от своих болезней, и опора и поддержка ему больше не нужна. Или в нем что-то меняется так, что он, например, либо теряет их выздоровление, либо наоборот, сам начинает справляться, без окружающих людей. Так или иначе, поддержка ему перестает быть нужна. И соответственно, поскольку эту женщину он воспринимал именно как источник поддержки и опоры, он бы ее бросил. А поскольку он собирался на ней жениться, то процесс расставания был бы достаточно болезненным для нее. Потому что она-то думала, что он, вероятно, ее любит, действительно, и поэтому согласился за него выйти. Другой момент заключается в том, что она его, скорее всего, пожилела. И именно на жалости основывала свое к нему отношение. Жилить человека нельзя. В любом случае, и женщина поступила с ломанием очень хорошо тем, что поддалась такому аспекту, такому чувству. Поэтому я думаю, что вы просто оказали услугу им обоим, потому что это были совершенно обреченные отношения. И если бы они скрепили их в данный брак, то было бы гораздо больше всего плохого для вашего мужчины и для нее тоже. Поэтому если говорить о том, что правильно ли вы поступили или нет, то я думаю, что вы поступили верно, потому что вы не испортили им отношения на самом-то деле. Просто вы раскрыли правду. И если бы они друг друга любили, ну, например, вот если бы эта женщина любила вашего парня, она бы не ушла от него. Она бы также приняла бы его, она поняла бы его, она бы поговорила бы с ним, они бы выяснили, что и остали бы в мир. Но она его бросила. Это значит, что любви там не было. А без любви поступать в брак, это значит обречь себя на несчастье. Да, мужчине она была нужна какой-то в определенный период. Может быть, он считает, что она ему нужна до сих пор. Может быть, он осчитал, что он не нуждался, что он не нуждается. Но нуждаемость человеку не дает права, например, жениться на нем. Нуждаемость человеку не дает другому права привязывать к себе этого человека. Так что я думаю, что вы поступили совершенно верно. в этой ситуации, и ничего не стоит. Скорее всего, не осознанно, интенсивно вы это все сделали, но это было верно, мы радуемо решением. Поэтому я думаю, что вам не растет себя винить. Понимаете? Если люди друг друга любят, если люди хотят быть вместе, их не остановит ничто. Ну да, могут они совершать ошибки. Может, ваш парень совершать ошибки. Может, она совершать ошибки. Но мы все люди. И если есть любовь, то есть понимание принятия этих ошибок. А так же стремление их больше не совершать. Видимо, парень и... ваш парень и эта женщина не смогли построить таких отношений. А значит, они бы ранее или позднее закончились. И чем позднее они бы закончились, тем больше боль причинили бы каждому из них. Кроме того, на то, что вы правильно поступили, указывают еще и то, что ваш мужчина вас простил. Была бы для него эта женщина так дорога, он бы не прощал бы вас, он бы добивался бы ее, и рано или поздно она бы его простила. Она бы его все равно простила. Если бы увидел, что он ее любит. Но ничего такого не было, и мужчина простил вас. Значит, не так же сильно он ей дорожил. А им двигало, скорее всего, просто аффективное переживание от своей большой болезни. Вот и все. Поэтому вам винить себя не в чем. Так я закончу ответ на ваш вопрос. И дальше, то, что я скажу, это будет немного, но тем не менее. Это будет не совсем по теме вашего вопроса, а будет касаться тех аспектов, о которых я сказал вначале. Я не буду раскрывать их подробно, просто скажу пару слов, считаю это своим долгом, как эксперта в области психологии. Первый момент. Ваш мужчина вас бьет. Знаете, мужчина, который бьет свою жизнь, он не ухаживает ни себя, ни ее. И совершенно непонятно, почему вы терпите такое отношение. Второй аспект. То, что мужчина вам изменял не один раз, и вы, в принципе, готовы его принять. Готовы к ним быть в отношениях, судя по всему. Это наводит на мысль о том, что у вас могут быть проблемы с самооценкой, наводит на мысль о том, что вы не цените себя должным образом. От этого мужчина так же вас не ценит, и из-за этого он считает априори, считает аксиомы, что вы никуда от него не денетесь, что вы будете с ним, что вы будете вечно его ждать, а он может делать все, что хочет, гулять, менять вам иногда же. И таким образом, вне зависимости от вашего мужчины, вы тщательно свое можете так и не обрести. Если вы заинтересованы в том, что вы быть счастливой собой, с мужчиной или без него, вам надо проработать отношения к себе. И не допускать такого рода элементов во взаимодействии с вашим молодым человеком. Ну и с любым мужчиной вообще. Рукоприкладство и измен. Это неприемлемо для истинных, чистых, удаинных отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Надеваю вам всего доброго и удачи.